доброго времени суток мои дорогие приветствую вас всех на моем канале я немножко вернулась видео про дамбу киевскую я где-то год назад смотрела про дамбу что она устоит она устояла то есть как раз тогда тоже вот где-то год назад шли разговоры о том что ее взорвут взорвут русские не не выстоит ну выстояла сейчас очень серьезная ситуация с дамбы очень серьезная действительно очень много пророчества есть по этому поводу и они сходятся все приблизительно вот к одному времени то что вот я говорила в раскладе насчет того что не сбудется не затопит и так далее я просто приведу сейчас небольшую информацию из википедии это не мои какие-то домыслы а это касаемо википедии только одно например площадь водохранилища киевского 922 квадратных километра вот представьте даже если мы возьмем одним один метр толщиной в воду до 922 километра ну вот вы можете прикинуть где вы живете и докуда вы можете доехать до википедии написано что почти доходит до границы с белоруссией само водохранилище а теперь еще один момент что значит вот например размеры киевского моря впечатляет его протяженность около 100 километров максимальная ширина 14 километров а максимальная глубина 14 16 метров для того чтобы создать такое огромное водохранилище пришлось вывести 16 миллионов кубометров земли то есть вы можете представить что вот эти 16 миллионов кубометров воды могут сорваться вскачь до днепр проходит по территории самого города и да есть там более низкие берега есть более высокие но есть еще одно такой моментом метро различные трубопроводы потом всякие различные древние там под городом эти ходы переходы и так далее очень много построить находится под землей то соответственно это может серьезно очень пострадать да может быть там не будет где высокие берега на подоле например там плавать не будут а вот других местах да очень очень возможно и вот эта махина может нестись к другим городам ну все я смотреть не буду потому что как бы мелкие населенные пункты там очень много ну давайте посмотрим если угроза днепропетровску случае если прорвет дамбу в киеве наводнением там же что же свои вот эти начинаются пороги где-то станция без где-то что-то то есть там свое плюс еще дополнительные реки свое при которые впадают в днепр они как раз все это тоже гонят воду после весеннего палатка у нас очень днепр поднял очень одно время кто-то жаловался что в районе там запорожье где-то там низкий уровень воды вполне возможно что это тоже искусственно создано может быть а теперь представьте вся махина рванет туда итак днепропетровск вот в этой ситуации случае прорыва днепропетровску простите киевской дамба все тороплюсь уже опережает мысли слова но это город у которую который с ресурсами который в принципе может справиться с этой ситуации как так или иначе ну как-то может если угроза затопления днепропетровска буду говорить не про петров на река днепр и днепропетров днепр город на слух бывает не просто будет использовать все свои возможные ресурсы город все что накоплено все что там есть разные возможности снизить уровень в реке это будет задействовано я так сомневаюсь что это много то есть вполне возможно что да и смотрите выходит семерка пентакли до ресурсы есть но их недостаточно смотрите что девушка делает льет воду так что подтопление будет подтопление будет и это по очень многое в городе оголит что ли покажет ну вот наверное знаете когда вот опять же вот это вот момент срывания масок сразу будет понятно who is home хорошим смысла это кто из кто это будет сразу видно людям и город изменит свой путь то есть в город вот это принесет очень большие перемены до подтопления будут будут скорее всего серьезным раз даже изменит дальнейшее развитие города так звезда это о чем можно сказать что это к лучшему на опять же вот смотрите семерка кубков это иллюзия карта иллюзия но на самом деле мы можем увидеть там 100 чаши над водой и черепаха и так далее то есть вода будет но не будет в том прямо катастрофичном количестве нет я еще раз повторяю не затопит город а будут под топление вы же не забывайте пока днепр доходит до этих районов он проходит очень большую территорию соответственно если где-то там есть низины под там будет первую очередь затапливаться первую очередь там ну и плюс какие-то может быть задействованы будут ресурсы в самом городе зачем это все закончится для города но город будет сделать выбор куда он будет дальше двигаться дело в том что это если это будет прорыв спланированной дамбы то это будет говорить о том что это вот по принципу донесли не доставаясь от никому это конец для нынешнего правительства окончательный бесповоротный то есть это будет попытка в какой-то степени задержать наших военных не додвигаться дальше но но это смешно потому что год назад наши были возле киева если бы не было вот это вот и же с доброй воли такие бы наверное был бы наш я не утверждаю но вполне возможно уже был бы вот но то что это приведет к окончанию боевых действий это точно потому что ну во первых это пройдется по территории которые на нынешний момент подконтрольно украине и только там в конце да есть запорожье 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 запорожской области в сон вот это вот единственное остальное то в первую очередь пострадает в первую очередь затопит различные низины вблизи киева и дальше 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 вот так будет двигаться а вот а городу придется выбирать либо ну чемодан вокзал европа либо принимают условия россии но все события на перейдут на новый уровень относительно боевых действий это не обязательно могут быть боевые действия это будет какой-то что-то новое но если будет подписано действительно как я говорю документы капитуляции то соответственно это приведет к другим действиям на территории украины кстати если вдруг у меня совсем заблокирует а то там одна матрешка написала что она пожаловалась уже кляузу накатала этот самый поэтому если что переходим на мой запасной канал у него название только поменял слова местами поменяли я изменила местами слова поменяла местами слова и все то есть вы легко найдете мой второй канал если вдруг что так это днепропетровск запорожье это я про большие такие серьезные города говорю опять же смотрите если что если реально поднимется очень высоко уровень самого днепра то в реках которые впадают в днепр может начаться обратный ход это будет тоже очень катастрофичное явление вот по этим рекам вода пойдет обратно то есть поднимется уровень воды на какое-то время но сами понимаете даже если это на несколько дней это все равно может нанести серьезный урон запорожье в этой ситуации вот с прорывом дамба ну запорожье будет оставаться или находиться под контролем более влиятельных кого-то сложно сказать на данный момент кто это но это тот кому будут доверять и как вот наставник либо это будет мотивация а может быть связи с этим потому что все равно пока вода дойдет до запорожья это тоже время может быть люди обратятся к высшим силам как будет запорожье складываться ситуацией если опасность наладнение да очень серьезная опасность есть будут разрушения но скорее всего смотрите так как запорожье есть свое водохранилище и дамба вот эта дамба как раз может быть и разрушена потому что обычно я это смотрю карту как разрушение каких-то административных зданий то есть это не то что жилой там комплекс людей нет а именно как административно так что вполне возможно будет разрушена тем более она повреждена дамба которая вот в районе запорожье есть да и ситуация будет очень напряженная очень серьезная но именно вот так вот как прямо затопление я тоже не вижу подтопление будут но это же вот смотрите интересно на днепропетровск вышла звезда это изменение пути здесь тоже самое изменение пути новый путь и который надо будет просто довериться потому что ну конечно страшно и непонятно что там впереди ну вот и договор о том что город будет сдавать потому что иначе он никому не нужен будет начнется великий исход правителей нынешних правителей украины за границу вот и все и и люди простые если не примут россии то они останутся без помощи без поддержки так что будет договор это откроет новые возможности для жителей города и чем в конце концов закончится ну вот восстановлением восстановлением вот этого русла вот этого всего то есть постепенно потом город будет восстанавливаться хотя здесь вот как раз мы видим несущиеся как по щелью воду да то есть есть опасность но после этой опасности все-таки карты это туз кубков это в общем то благоприятная карта карта удачи поэтому даже если будут какие-то разрушения соответственно будут потом восстанавливать так это запорожье еще очень важный момент запорожская а.с. в том случае если будет прорыв дамбы не важно какое за старости или целенаправленно но смотрите как бы то ни было такой вариант развития событий есть то есть его исключать никак нельзя слишком много людей получали информацию об этом и более ранее сейчас поэтому к этому нужно быть готовым верите вы в это не верите будет это не будет не важно главное вы должны понимать что вы в этой ситуации будете делать итак запорожская атомная ну смотрите как интересно выходит та же самая карту что и у смоуза запорожья и опять смотрите король мечей подтопление будет тогда подтопление будет но будет это сама задействованы все возможные ресурсы чтобы станцию спасать возможно будет пожар ну потому что если на электричество попадает вода то вполне это может быть да вот но при этом еще и это будет пересмотрен всем людям которые там находятся и где-то живут рядом нужно будет полностью пересматривать свою жизнь и что-то предпринимать чтобы изменить свою жизнь и будут разрушение возможно потери потому что там свое водохранилище вместе если туда придет вода то она поднимет уровень это нужно тоже понимать очень много будет переживаний расстройств но как говорится наши победят наши смогут достигнутой цели чтобы сохранить атомную станцию катастрофы еще и на атомной станции не будет ну вот и это самое будут задействованы все ресурсы для того чтобы сохранить саму станцию восстановить то что там может быть разрушенной и соответственно рядом расположены и города городки и населенные пункты поменьше вот так это мы с вами посмотрели еще очень важный город херсон там ситуация вообще еще может быть с моей точки зрения не как этим гидро инженеры там нет я этого точно не могу вам и утверждать но у меня ощущение такое что там будет ситуация сложнее почему это все таки пусть и реки там и так много на куда река как бы разделяется и потом река впадает дальше а вот соответственно там идет противостояние то того количества воды куда-то сама будет впадать этот напор плюс там уже что еще и вода то идет соленая то есть она имеет большую плотность так сейчас попробую извините тут в одну минутку потерпите я карту хочу найти на пусть и реки тут смоленск наш показан а крика как и таки а еще кременчуг по дороге пострадает там свое водохранилище прямо на на реке ну и вот каховское водохранилище вот херсон дальше идет лиман там тоже узкое такое горло получается в общем там радости мало будет плюс это запорожское это каховское водохранилище итак херсон в этой ситуации с прорывом ну так скажем выстоит будет тяжело но сил будет достаточно выстоит вот самому херсону и его вы вокруг него придется очень много приводовать усилий и ситуация будет безвыходная ну вот и разрушение будут что-то мы есть в районе херсона такого что вот как административное что-то будет разрушена ну это наверное мост окончательно будет разрушен потом там это пристань вот это вот скорее всего это будет разрушена и конечно очень много переживаний и опять же начало нового пути для херсона смотрите во всех городах выходит обязательно новое направление новый путь будет восстановление города конечно будет очень много и переживаний и потери на и опять же выходит договоренности чем это все закончится серьезными прямо вот катастрофичными ударами то есть я так думаю к сожалению что он будет много погибших если это произойдет людей ну представить это я даже не могу представить это есть компьютерные всякие вот эти когда они моделируют эти ситуации вот там будет наверно более точно дай бог чтобы он смог разлиться по территории украины но там опять вот это вот кременчугское водохранилище это сам каховское водохранилище в районе днепра там тоже в общем по настроили нам предки было хорошо а теперь что с этим делать не знает никто почти стихи получили ну будем надеяться что этого не произойдет будем молиться просить высшие силы о том чтобы уберегла всех людей от этого удара мне говорили что право но люди пострадают так вот хочу предупредить что действительно верующие неважно какого вы направление да кто вы христиане православные католики мусульмане буддисты иудеи не важно но если вы действительно верите верите единого бога то вы получите предупреждение надвигающейся опасности помните как в библии да это самое вот где верующие пасха где живут истинно верующие то на дверях поставить крест почему куб во время пасхи священники ходят ставит крест на дверях мелом рисуют это говорит о том что там верующие люди и они будут спасены так и тут тоже и кто будет истинно верующим получит предупреждение заранее главное услышите это предупреждение или увидеть знаки которые будут говорить об этом но желаю вам всем мирного неба над головой желаю украинцам чтобы не произошло чтобы не произошло это катастрофу очень все это самое к этому идет но хочется чтобы ее все таки не произошло но недалеком будущем осталось они же время не будет летом это будет позже это это скорее будет не раньше декабря может быть даже следующего года потому что меня предупреждали что два года а я получила предупреждение в декабре 22 то есть соответственно в декабре 24 америки не станет земля столкнется с небом будет удар метеорита вот такой расклад получается если вот это произойдет то это сто процентов конец всей этой самой горячей фазы боевых действий но в любом случае я еще раз повторяю для тех кто случайно зашел на мой канал либо кто-то вот недавно подписался не смотрел все мои видео я еще раз говорю все закончится концу лета начало августа все это что это горячие вот это вот сами боевые действия и это закончится подписанием капитуляции документ украиной вот ну а там вот как мне тут одна из подписчиц скидывала ссылку на видео там кто-то тоже собрал предсказания монахов может быть он и сам из этих верующих не знаю там тоже очень об этом сказано так и будет то есть со всех сторон подтверждений идут и что именно будет вот в это время так что ждем и молимся ну кто не согласен дорогие мои еще раз у вас есть время принять окончательное решение и и либо на запад мотнуться либо остаться на месте либо на восток кому налево кому направо вот тут будет выбор это все идет к концу поэтому поэтому дорогие мои думаете я не настроена против украинцев я не могу этого сделать потому что у меня обе бабушки украинки я ну никак у меня это в голове не укладывается вот другое дело что есть люди которые достойны того что будет с ними дальше вот и все желаю вам всем мирного неба над головой берегите себя берегите своих близких и до новых встреч